По списку Ледника 5 Марина Морозова, Бестабу, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина, я из Киева, и сегодня я хотела бы представить свой мастер-класс, который называется Бестабу, на достаточно табуированную в нашем обществе тему, о которой не принято говорить ни в обществе, ни среди родственников, ни среди знакомых, ни даже среди самых близких людей. Это та боль, с которой сталкиваются люди, у которых не получается стать родителями некоторое время. Эта тема на грани медицины и психологии. И поскольку и то, и другое образование у меня есть, кроме того, я сейчас еще перинатальным психологом, я бы хотела вам сегодня с вами провести какой-то некоторый диалог, рассказать вам о своей практике, о том, с чем я сталкиваюсь, о своем опыте моих коллег. Кроме того, я вам представлю несколько инструментов, с которыми работаю я, с которыми работают мои коллеги. И это будут упражнения, я думаю, что они будут вам полезны, как и в групповой динамике, так и в индивидуальной практике. Кому интересно, приходите с удовольствием в Москву. Спасибо. Аудитория 207-я будет как раз на грани без табу. Наталья Олманская, пожалуйста. Интерактивный цикл жизни пары. Здравствуйте. Что, у меня было представление, что я предпоследняя неожиданная. Ну, хотя я была готова к тому, что я выйду и посмотрю на вас, и буду принимать внутри себя решение, о чем же я буду рассказывать прямо сейчас. Ну, потому что, на самом деле, про жизнь пары можно говорить много, смотреть на нее с разных сторон, и... Ну, и обнаруживать там много всего полезного для себя, и сегодня, чего я хотела представить. Ну, во-первых, я представляю программу о паре, да, и там рекламочка там вот висит, или можно подойти у меня спросить. Которая гораздо больше вмещает того, что можно прожить про пару. А сегодня именно, ну, какой-то кусочек про наглядное проживание вот всего этого цикла пары, как она образуется, как она живет, и как завершаются отношения. И можно побыть в паре, посмотреть, как я создаю пару, можно понаблюдать за парой, и потренировать то, что очень важно для терапевта, работающего с парами, видеть пару как целое. Ну, это очень хороший навык, который нужно тренировать. То есть важно, чтобы, правда, воспринимать пару как целое. И, может быть, какие-то для себя, ну, профессиональные штучки возьмете для своей работы. Но с парой, или про себя пару, или просто про отношения, когда люди приходят и говорят, мы пришли, у нас сложность в отношениях. Я думаю, что он будет богатый и полезный, в нем будет много практики приходить. Спасибо. Вот, пожалуйста, за полезностью и богатством 204-ю комнату к Наталье. Татьяна Балан, может быть, подойдет к концу нашей презентации. Ну, если не подойдет, я скажу, в какой комнате будет. А, подошла. Пожалуйста. Или, если нужно подготовиться, то мы ей дадим время, другой человек может. Вовремя, Татьяна Балан, город Харьков, наши коллеги. Так, всем добрый вечер. Еще, еще день. Как-то я, знаете, с корабля на бал. Я так понимаю, у меня сегодня мастер-класс «Гештальт в бизнесе». Но, знаю, что, так как конференции тут много гештальтистов, и вот часто этот мастер-класс, знаете, многие возбуждаются на слово «бизнес». Не только как на «Гештальт». Поэтому, ну, что такое хороший мастер-класс для меня, это, знаете, такие хорошие концепции теории, применимые в практике. Поэтому точно есть большой опыт работы с бизнес-организациями. И, как показывает опыт, как-то бизнес очень любит гештальт. И точно, как-то нырнев практические примеры работы с бизнес-организациями, будет небольшой интерактив. Точно люблю хорошую качественную теорию, применимую в практике. У нас целых два часа, будем получать удовольствие. Спасибо. Теория и практика будет в 205-й комнате. Татьяне. Ольга Катышева и Игорь Агданский. Измерение идентичности в пространстве и времени. Приглашаю. Спасибо. Я очень благодарна тебе, Игорь, что ты приехал к нам в Харьков. Мы познакомились с Игорем на такой кризисной психологической работе в проекте «Шаг навстречу». И наше общение привело к такому сотрудничеству. Я надеюсь, что ты сейчас расскажешь про мастер-класс. Потому что я после театра абсурда, ну, немножко в измененном состоянии сознания. Игорь Агданский. Я с Чернівців. Власне, если говорить про то, что стало результатом певных пошуков в кризовой работе, то это стал пошук идентичности. Власне, это место, в котором мы встретились, в поглядах. И, наверное, хотелось бы сказать одно. Я думаю, что идентичность – это то, что имеет свои размеры, но это то, что не так же и просто вимирит. И мы не будем вимирювать, но мы будем обратить внимание. А, власне, эта тема для нас вошла настолько обширной, что стала целой программой. Мы только торкнемся в частины этой работы. И я думаю, что это будет больше все про коренья, про походжение и про те. Прошу. Да и придется идти, сожиданно. Хорошо. Говорит. Напевно, про коренья, про походжение или про? Ну, про происхождение, да, и про связь со своим родом. А, мы же говорили, думали про национальную идентичность. Ну, как вы понимаете, да, власне, я с захидной Украины, да, географично это совсем противолежно точкам. Вот думали, что человече и женой сейчас это не зачерпайте, но, может, этого разума не будет. Да, зачерпайте. Ну, невольно это получится, да, потому что все мы имеем свою гендерную принадлежность. Вот. И, на самом деле, у идентичности, как у процесса, есть какая-то подвижная творческая часть, а есть некие константы. То, на чем она базируется, это то, что мы часто игнорируем в нашей профессиональной работе и исследовании. А сейчас мы к этому напрямую прикоснемся. Спасибо. Хорошо. Для поиска идентичности нужно больше пространства, поэтому приглашаем вас сюда, в этот зал. Развращаемся. Да. Юлия Гречко, стыд и как с ним не быть. Добрый день всем. Сегодня пойдет речь о стыде, о таком токсичном чувстве, которое, собственно, плохо уживается и встраивается в жизнь человека. Стыдиться можно по-разному и про многое, поэтому я с собой принесла немножко историй. Топора. Истории моих клиентов. Марина, 24 года. Стыдно быть плохой мамой. 56 лет. Изучает биологию. Боится мышей. Стыдно изучать живой мир и бояться мышей. Тимур, турок, плакать-то нельзя. Стыдно плакать вообще-то. Что тут еще интересное? Очень долго учусь. Но нет ни одной ученой степени. Надо как-то реализовываться. А то стыдно долго учиться. Нельзя же так. Студент-индус. Немножко был напуган нашим менталитетом. Совсем чуть-чуть. А самое интересное. Инструктор по плаванию. Сергей. 42 года. Не умеет плавать. Ну он пошел учиться плавать. В институт. Но так, собственно, не смог научиться, поэтому стал учить других. Вот про это будет мастер-класс. Ну я думала, это трусики такие. Сейчас светим. Я не стыдно. Нет, трусики. Трусики сверим. День рождения Светланы. 18 лет. Это почти все, что на ней осталось. Ну молодец. Продолжение день рождения. Это ее бойфренд Максим. От него все ждали. Порощики. Где это будет? 208-я комната. Чтобы вам далеко не ходить. Чтобы вам не было стыдно. Пожалуйста. В одном челочка. Мышка-мышка. 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 Хвостиком махнула. Лилия Кузнецова. Встреча, знакомство. Встреча-знакомство с семьей. Здравствуйте. Меня зовут Лилия Кузнецова. И я достаточно часто работаю с семьями. С семьями с детьми, без детей. Полными, неполными. С разными запросами. И я вас приглашаю пообсуждать первые встречи. В чем их особенности, сложности, прелести, интересности. Это все как-то пообрабатывать. И может у нас что-то родиться. Белка. Да, встреча будет за вальдом столом в 203-й комнате. По-моему, там есть этот стол, да? Все. Желаем вам хороших, так сказать, последней линеечки. Не забывайте, что у нас сегодня творческая мастерская. Посмотрите в расписании. В 19.15 мы вас ждем. И также будет трансформационная игра Натальи Чукина. Спасибо. Продолжение следует...